Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Министерство по делам молодежи Карачаева Черкесии на базе Каворхинг-центра «Дом молодежи» провело двухдневный образовательный тренинг по проектной деятельности. Учитель года 2022. В Черкесске на базе 18-й гимназии стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса. Приуроченная к столетию Карачаевой Черкесии в художественной школе Черкеска открылась выставка работ преподавателей. Прекрасная возможность грамотно подать заявку на участие в федеральном конкурсе президентских грантов. Министерство по делам молодежи Карачаева Черкесии на базе Каворхинг-центра «Дом молодежи» провело бесплатный двухдневный образовательный тренинг по проектной деятельности для общественных некоммерческих организаций. Особое внимание уделили формированию и подготовке социальных проектов. Подробнее о тренинге узнавал Алихан Лепшоков. Нам очень важно, чтобы некоммерческие общественные организации нашей республики активно принимали участие в различных грантовых конкурсах. В течение двух дней представители различных НКО принимали участие в образовательном тренинге, где ребята могли узнать подробнее о том, как правильно подготовить заявку на участие в федеральном конкурсе президентских грантов. Заместитель министра по делам молодежи Карачаева Черкесии Расул Найманов подчеркнул, что это отличная площадка для получения необходимых знаний и, что самое главное, совершенно бесплатно. Сейчас до 15-го числа, до 12-го числа идут два крупных федеральных конкурса. И зачастую Карачаево-Черкеская республика – один из тех субъектов, у которых, к сожалению, не очень высокий уровень поданных заявок. Это говорит о том, насколько качественно они прописаны. И мы бы хотели бы как раз-таки устранить эту проблему. Благодаря этому мероприятию мы бы хотели бы очень подробно пройтись по каждому из пунктов в этих заявках, чтобы можно было в соответствии с критериями отбора для тех, кто принимает решения на федеральном уровне. Наши заявочные формы, заявочные формы от представителей некоммерческих организаций, которые работают у нас, были бы достаточно прописанными и в этом смысле логически выверенными. Очень многие, к сожалению, представители НКО не могут правильно и грамотно оформить свои заявки. И наша задача не просто обучить этому, но и во время тренингов оформить их заявки, чтобы они могли принять участие в федеральном конкурсе президентских грантов, отмечает эксперт образовательного тренинга. Для нас очень важно, чтобы те проекты, которые мы оформляли, а они подавали, решали текущие проблемы их деятельности, решали те социальные вопросы, которыми занимаются эти некоммерческие организации. И чтобы эти проекты настолько меняли и улучшали работу этих организаций, чтобы социальное проектирование вошло прочно, плотно в их деятельность. Очень много социально значимых идей, которые мы хотим реализовать, но из-за отсутствия необходимых знаний часто они остаются нереализованными. А здесь у нас есть возможность задать свои вопросы и получить навыки по формированию наших проектов, отмечает представители коммерческих общественных организаций. Сегодня я пришла на тренинг, чтобы эти знания узнать, освоить, и основываясь на эти знания, уже написать проект. Я очень надеюсь, что смогу принять участие в ближайших мероприятиях по проектной деятельности. И обязательно представлю свой проект. Эксперты будут полностью сопровождать проекты участников в течение всего образовательного тренинга, чтобы грамотно подать заявку на участие в федеральном конкурсе грантов. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин В Черкесске на базе 18-й гимназии стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2022». Как соревнуются лучшие в одной из важных профессий, расскажет Ахмат Халкечев. В этом году на муниципальный этап вышли 14 участников, которые уже подтвердили уровень своей исключительной компетентности на внутришкольных этапах. Первое испытание называется «Методическая мастерская». В полуфинале участники проведут конкурсный урок. Ну а в финале, куда пройдут шестеро, будет классный час. В составе компетентного жюри исключительно педагоги-профессионалы, представители практически всех общеобразовательных учреждений республиканской столицы. Участие в конкурсе, во-первых, дают накопить побольше опыта именно в сфере нашей работы. То есть не только показать себя и свою копилочку принести на этот конкурс, но и посмотреть на других конкурсантов, послушать их и принять для себя какие-то тоже выводы сделать. Муниципальный этап продлится до 25 марта, ну а республиканский стартует в апреле. Победитель регионального этапа и поедет осенью представлять регион на всероссийском уровне. «Это самый приоритетный конкурс. Вообще всегда на заключительном этапе с финалистами всегда встречается президент Российской Федерации. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы представитель с города Черкеска не просто занял региональный этап, стал победителем, но мы стали бы победителями на заключительном этапе. К сожалению, от Карачаева Черкесии пока победителей не было. То есть, смотрите, если на заключительном этапе наш представитель побеждает, то заключительный этап проходит именно в регионе победителя». Уже два года подряд победители муниципального этапа в Черкесии подтверждают звание лучшего и на уровне республиканском. Обращаясь к участникам, руководитель управления образованием мэрии Черкеска Сусана Калмыкова подчеркнула, что сильно рассчитывает на продолжение этой традиции. «Мне бы хотелось, чтобы в этом году мы также выглядели достойно, а самое главное, также достойно выглядели на заключительном этапе Учитель года 2022 года». В течение последних четырех лет по инициативе депутатов Горского Заксобрания Республиканской столицы победитель и призер муниципального этапа в Черкесии, помимо всего общего признания, получает еще и ощутимую денежную премию. В художественной школе Черкеска открылась выставка работ преподавателей к столетию Карачаева Черкесии. В инсталляции представлены натюрморту, пейзажи, портреты талантливых мастеров, лауреатов и дипломантов различных конкурсов. Альбина Куроченова-Кенжева продолжит тему. В рамках празднования столетия Республики художественная школа выставила на суд зрителей лучшие работы преподавателей. Присутствующие говорили о магической красоте пейзажей, портретов, натюрмортов. В экспозиции представлено около 50 работ. Каждый педагог, помимо того, что он и педагог, он еще дополнительно должен работать творчески. И своим мастерством он должен делиться с учащимися. И я не хочу быть очень скромным, но я горжусь своим коллективом. У нас четыре человека, члены союза. Это даже в академиях такого нет, как у нас. Традиция очень большая. Идет здесь выбор такой, что преподаватели всех поколений. И те, которые когда-то открывали даже, если таки, эту школу, и те, которые у нас учились. Прекрасную оценку дала преподавателям талантливая писательница и журналист Шахриза Богатырева. Она глубоко прочувствовала многие картины и смогла сравнить их с работами величайших художников мира. Прихожу в художную школу, я понимаю, что я чем-то наполняюсь. Я наполняюсь новыми оттенками, новыми красками. Я понимаю, что человек, художник, мастер, он смог найти, вот как музыкант находит какую-то ноту, как какую-то удивительную запятую находит Пушкин или двоеточие были у Цветаевой. Вот такой же оттенок, такой же нюанс находит художник. И ты смотришь и говоришь, да, я это видела. Но он это смог собрать, воплотить, сгустить в удивительнейшем, просто в каком-то тоне, который это надо просто сидеть и мешать, мешать, мешать подвинуться. В художественной школе Черкеска обучается 320 учеников. С каждым годом их становится все больше. Каждому из них хочется прикоснуться к прекрасному. Они с придыханием стараются перенять опыт своих талантливых наставников. Завуч школы вручила своим подопечным грамоты и благодарственные письма за участие в международной выставке «Красная книга глазами детей». Я очень рада учиться в таком прекрасном учебном заведении и получать дипломы работы здесь. И также тут очень хорошая выставка, очень хорошая работа. Некоторые прямо очень мне понравились. Художественная школа приглашает всех желающих принять участие в экспозиции, оценить работы именитых преподавателей. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках перекрестных дней культуры, приуроченных к столетию со дня образования Карачаева-Черкесии, в республиканской столице состоялся концерт Государственного симфонического оркестра «Адыгеи», который также отмечает в этом году свой вековой юбилей. Музыканты исполнили произведения известных композиторов из обеих республик. На концерт побывала Шерифат Лепшокова. Нардская рапсодия. В зале Дворца культуры Черкеска впервые звучала музыка первого профессионального композитора «Адыгеи», народного артиста России, лауреата премии имени Шостаковича Аслана Нехая. Его имя в родной республике известно каждому. Любят музыку композитора и в Карачаево-Черкесии. Большинство сочинений Аслана Нехая заложили фундамент развития жанров национальной музыки и вошли в сокровищницу духовных ценностей адыгского народа. Поэтому не случайно в своем выступлении Государственный симфонический оркестр из Адыгеи начал с исполнения великолепной музыки мастера. Когда дирижеру Каплану Сташу предложили выбрать для своей программы композитора из Адыгеи, он без раздумий сделал свой выбор. Я играю композитора из Адыгеи Аслана Нехая. А почему ваша команда не была? Знаете, вообще, в принципе, моя деятельность очень тесно с ним связана, потому что в 2018 году я сыграл премьеру его оперы «Раскат далекого грома», а в 2019 году мы ездили с турне по России и приезжали в том числе в Черкесске и играли эту оперу. Так что, в принципе, мы с ним так тесно связаны. На концерте услышали зрители и арию из оперы «Раскаты грома», написанную по мотивам книги Схакамашбаша «Бзьюкская битва», в которой рассказывается о борьбе восставших крестьян-шапсугов против бжедухских тварян, желавших установить над ними крепостное право. С одной стороны, в сюжетной линии прослеживается трагедия народа, когда братья по крови противостоят друг другу, с другой – представлена красивая история любви. Арию из оперы исполнил артист Государственной филармонии Адыгеи Руслан Зыбов, подаривший зрителям в этот вечер немало трепетных минут. В исполнении симфонического оркестра прозвучала и музыка композитора из Карачаева, Черкесии Аслана Готова. Сын знаменитого певца Хусина Готова получил широкую известность как основатель и художественный руководитель популярной группы «Оштен», неоднократно становившийся лауреатом эстрадно-джазовых фестивалей и конкурсов. В зале прозвучали его фантазии на тему песен Умара Хабисимова. Песни, прозвучавшие на концерте, уже считаются практически народными. А все благодаря таланту композитора-песенника, народного артиста РСФСР Умара Хабисимова. Он написал около 600 песен, которые исполняются не только на Кавказе, но и в Турции, Сирии, Иордании, Израиле. Его песни задушевны и мелодичны. Большинство из них о родной земле, о любимых сердцу людях. Шерифат Любшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!